Принцип действия с Анной Шафран. И вообще Турция непосредственно профессия Евгения. Поэтому интересно именно с вами, Евгения, обсудить ту ситуацию, которая сейчас внутри Турции разворачивается, и как, в принципе, люди там внутри реагируют на последние события, которые, в общем-то, в первых строчках новостных агентств все эти дни. — Договоренность о прекращении с 27 февраля огня в Сирии, которая была достигнута президентами России и США, естественно, большую дискуссию вызвала в мире. И, как и следовало ожидать, президент Турции Эрдоган одним из первых отреагировал. Естественно, не понравилось ему это соглашение. Вот является ли тема перемирия в Сирии одной из главных тем в Турции на текущий момент? — Тема Сирии, естественно, является центральной для всей турецкой информационной среды сейчас, конечно же. Но сказать, что Эрдоган однозначно не одобрил соглашение, это не совсем так. Он сказал, что, естественно, прекращение огня можно только приветствовать, только турецкое руководство не устраивает выбор тех, кто считается безусловными врагами и кого необходимо, безусловно, продолжать уничтожать. По договоренностям между Россией и Соединенными Штатами это Ишит, исламское государство так называемое, и Джахвата Нусра, которые объявлены безусловно террористическими организациями. — Эрдоган утверждает, что помимо них, безусловно, террористической организацией является Курдская партия, которая является ответвлением партии рабочих Курдистана, которая занимает северные районы Сирии. И на их взгляд это нечестно, бомбить продолжать одних террористов, а других террористов не бомбить. И, например, он сказал, что исламское государство безусловно является террористами, а вот Джахвата Нусра не являются безусловными террористами для Эрдогана. Поэтому вот он говорит, что если уж бомбить всех, давайте всех, а если нет, то надо какие-то другие заключать договоры. — Ну вот вы сейчас произнесли фразу, которая российскому читателю, человеку, который следит за новостями, несколько странной может показаться. О чем она? О том, что ИГИЛ Турция считает террористами. Потому что мы-то немного в другой парадигме существуем в последнее время. Все-таки мы понимаем, знаем, нам рассказывают о том, что Турция так или иначе ИГИЛ помогает, что идет какое-то сотрудничество, что идет пересечение границы, что террористы ИГИЛовские проходят рекреацию на территории Турции и так далее и тому подобное. А что внутри Турции на этот счет говорится? И как там вообще эта тема ставится и вопрос ставится? — Вопрос ИГИЛ достаточно больной для Турции, потому что несколько месяцев, ну месяца два-три назад, был у них довольно серьезный опрос общественного мнения, когда целых 8% турок высказали, что они поддерживают ИГИЛ. И для Турции это была, в общем, бомба. И все обсуждали, что это на самом деле ужасно. Как может быть, что Турция, 8% населения поддерживают ИГИЛ? Это катастрофа. На уровне и специалистов, и религиозных деятелей, и, в принципе, вот всего политического класса, сознательного, можно сказать, класса Турции, Исламское государство является оскорбительным даже названием, потому что вот люди, которые практикуют то, что практикуют Исламское государство, не может быть обозначено термином «Ислам». И это четкая позиция всей турецкой элиты, по крайней мере. — 5533 весят наше самоспортало, плюс 7903-176363 в WhatsApp. Каким должно быть перемирие в таком случае? Как они его вообще видят? Как видят его инкара? И возможно ли оно в каком-то виде вообще в принципе в оборазримом будущем? Вот какова их официальная позиция на этот счет? — Как они, в принципе, видят себя, насколько я понимаю, что я слышал от специалистов, которые близки к правящей партии справедливости и развития. Они представляют себя так, что ИГИЛ — это конструкция, которая создала Соединенные Штаты Америки. Для чего они их создали? Чтобы предотвратить создание единого шиитского пояса между Ираном, Ираком, Сирией и Ливаном, да, и Хизбаллой. На взгляд аналитиков этой партии — это вот чисто конструкт американский, который туда заброшен для того, чтобы разорвать вот это кольцо. Поэтому, естественно, и отношение такое. Но, с другой стороны, отношение к Асаду у них, к режиму, в смысле Башар Асада, крайне негативное. Они считают его абсолютно преступным, потому как себя этот режим ведет себя с народом. В Турции постоянно идут информационные сообщения о том, как Асад уничтожает собственный народ. Нельзя сказать, что это абсолютно беспощадно, потому что действительно очень жесткие акции много проводились в Сирии против сунницкого населения. Но, опять же, кто начал, да, кто первый начал, все эти жестокости, естественно, вопрос такой очень важный для любой политической ситуации. Понятно, что Асад начал репрессивную какую-то политику после того, как почувствовал серьезную опасность. А потом уже пошла настоящая война с привлечением всяких иностранных агентов. И засылали, когда уже всерьез начали засылать все эти партизанские отряды, и сформировалась Джабхат Ан-Нусра. Асад воспринимается как человек, предавший, собственно говоря, Сирию. Потому что я хочу напомнить, что вот с 2004 года у Турции с Сирией установились крайне теплые отношения. Это было именно дело Эрдогана. До Эрдогана у Сирии с Турцией всегда были отношения очень плохие. Эрдоган их резко поднял и поднял на уровень стратегического партнерства. У них там многократно усилилась торговля между Турцией и Сирией за несколько лет. И вплоть до того, что проводились даже совместные учения вооруженных сил. Где-то, по-моему, в 2008 году как-то вот так это было. С началом арабской весны, насколько я понимаю, просто Турция ошиблась в анализе. Потому что сначала они пытались уговаривать Асада, какие-то постоянно тот же Даутолу, когда был еще министром странных дел, туда ездил и вел интенсивные очень переговоры. И, насколько я помню, был момент, когда это все очень резко оборвалось. И Турция перешла на абсолютно другую риторику. Она стала говорить, что это преступник, которого обязательно надо убрать от власти. У меня даже закрадывалось мысль, что там произошло что-то личное. То есть какое-то было личное оскорбление между этими двумя странами, после которого Турция уже поставила крест и сказала, что его надо убрать любой ценой. Что и пыталась осуществить все эти годы. И у нее это не получилось. А вот такая экспрессивная модель поведения, это характерно для нынешнего турецкого руководства? Или это все-таки что-то из ряда вон выходящее? На ваш взгляд, как, спрошу, как у человека, который там пристально следит за ситуацией? Это характерно, на мой взгляд, для всего региона. Там все люди достаточно эмоциональны. И любой выход за пределы достаточно четко прописанного, и все его знают, этот этикет, там писанное и не писанное правило, любой выход за них, он, естественно, грозит очень серьезными последствиями. Логику хочется понять турецкого руководства. Какое дело Эрдогану до того, что Асад, ну, как они говорят, предал свой народ? Какова их роль вот в этой ситуации? Ну, внутреннее дело, в общем-то, в Сирии. Внутреннее это внутреннее, но, как известно, в сирийской ситуации участвует уже весь мир. И никто это не считает уже внутренним делом Сирии, насколько я понимаю. И все говорят одно и то же заклинание, что мы за восстановление светского государства и территориальную целостность Сирии. Но все это себе представляют несколько по-разному. Поэтому вот у Турции точно такая же позиция. Никто не говорит, что они хотят что-то там отхватить. И это тоже совершенно для Турции очевидно, что они не стремятся к каким-то территориальным приобретениям. Но их не устраивает режим Асада. Ну, тот же Давут Олу недавно высказывался, что пожимать руку Асаду все равно, что пожимать руку Адольфу Гитлеру. Разве этого не понимают мировые лидеры, которые с ним встречаются? Хорошо. Асад предал, по мнению Анкары, свой народ. А что происходит с курдами в таком случае внутри Турции? То есть можно ли эту логику переложить на ситуацию внутреннюю в Турции? И как они здесь объясняют происходящее? Это, опять же, несколько другая и очень долгая история с курдами в Турции. Потому что вот эта полупартизанская война там длится уже не один десяток лет. И партия рабочих Курдистана — это экстремистская такая левая организация, которая никогда не брезговала самыми грязными террористическими методами борьбы в том числе. И на ее совести действительно огромное количество жертв, в том числе и совершенно гражданских, далеко не только там военных или полицейских в восточных районах Турции. Поэтому вот ПКК, то, что называется, она воспринимается как исключительное зло. И да, это враг, с которым они всегда боролись и будут бороться до конца. Это совершенно очевидно. То, что творится сейчас в восточных регионах, воспринимается, опять же, как возобновленная война с внешней помощью. Турция, естественно, постоянно говорит о том, что курдам помогают, что это не просто так все началось. Их подняли на это новое восстание, потому что известно, что несколько лет было, в общем, замирение, и никого там не стреляли. И это вот возобновление войны, конечно, оно произошло из-за сирийской ситуации. И туркам давно говорили, не надо кидать там огнем в дом соседа, у тебя тоже загорится. Но вот когда загорелось, они решили почему-то, что это странно. Курды — это свои? Это свой народ? Или как-то отдельно он воспринимается внутри Турции? Курды, безусловно, свой народ. Они являются огромным меньшинством. Неизвестно точно, сколько их по количеству, потому что никогда таких цифр не... Они неизвестны, никогда таких исследований не проводилось, и таких переписей не делается. Но по разным данным, там чуть ли четверть или больше, или даже треть, там, по данным самим курдов, в Турции — это население. Курды, безусловно, входят в элиту Турции. Там огромное количество представителей, которые на всех уровнях участвуют в жизни государства. И огромная часть курдов является и военными, и бизнесменами, и деятелями культуры, и так далее. В том числе в государственном управлении. Поэтому курды, безусловно, являются своим народом. Другое дело, что, ну, вот, этнические вопросы, то есть вопрос использования языка, это только совсем недавно, действительно, эти вопросы были так или иначе разрешены. И было не только разрешено, там, СМИ на курдском языке, появились государственные каналы на курдском языке, вещающие. Появилась фракция, которая практически официально на курдском документы там пишет в парламенте и так далее. Все эти уступки, да, даже, ну, трудно сказать, что это уступки. Это была политика Эрдогана, который говорил, что этнический вопрос – это не то, о чем должна, так скажем, так сильно заботиться Турция. Пусть все говорят на своих языках. И это действительно вот где-то года три назад вызвало очень большой подъем такого вот этнического возрождения, когда все решили, что нам пора говорить на своих языках, обучаться в школе. И даже были законодательно проведены эти меры. Например, сейчас в Турции по закону, если в классе есть 20 учеников, которые хотят изучать свой родной язык, то государство обязано им предоставить учителя, то есть оплачивать эти уроки. И вот еще там года три назад, например, было большое движение черкесов, которые говорили, мы хотим на черкесском языке. Естественно, националисты говорят, зачем вам там черкесский? Но говорят, нет, хотим. Ну, хорошо, дали черкесский язык в школах. Но тут черкесы поняли, что это на самом деле очень трудное дело. То есть и молодежь не очень-то хочет его учить. И потом пошли сразу отказы. То есть сначала ввели это, а потом сами люди сказали, ну ладно, это мы так на всякий случай. А учить-то особенно и не будем. Пусть не будет черкесского языка в школах. То есть процесс пошел вот так. То есть получается, что как бы ситуация развивалась вполне себе мирно и дружно, но вдруг стал кто-то со стороны курдов поддерживать. И на кого пеняют турки? Ну, пеняют, естественно, на мировые силы зла. Это прежде всего, конечно, США, Израиль, Россия и весь остальной мир, который является, конечно, противником Турции. Но это вот на фоне средств массовой информации. Конечно, главными врагами считаются Америка, Израиль. Россия причем считалась в целом другом по всем направлениям. И даже если мы возьмем ситуацию, ну хотя бы там два года назад, естественно, не то чтобы до сбитого самолета, но вот где-то последние года полтора уже ситуация сильно ухудшалась в информационном таком плане. Ну, где-то два года назад Россия была самой популярной страной в Турции, и Путин был самым популярным лидером из всех мировых лидеров. И я думаю, что они выбрали его бы президентом легко, если бы Путин баллотировался на турецких выборах. И, ну, если даже брать все партии, я смотрел, вот их разговаривал с разными представителями, когда у нас шла речь о Евразийском союзе, и мы говорили вот о возможности участия Турции в наших евразийских интеграционных процессах. Представители абсолютно всех политических партий были за. Они говорили обязательно, нам надо входить, нам надо развивать эти отношения, мы такие же евразийцы, как вы, начиная от коммунистов, заканчивая этими вот самыми серыми волками. Все были за. Ну, получается, общее народное сознание, если так представить, оно выглядело таким образом, то есть как оно воспринимало ситуацию, США это, ай-яй-яй, нехорошие парни. США это, безусловно, враг для населения Турции. Я могу рассказать такую вот историю, это было уже довольно давно, лет там 7-8 назад, в Турции вышел такой роман, он назывался, значит, «Металлический шторм». Написали два журналиста Бойких, сюжет такой, что в связи, опять же, с Ираком, с курдским вопросом происходит конфликт политический между турецким и американским руководством, и Америка планирует тайный удар по захвату Турции, свержению власти, восстановлению там, в общем, военного режима американцев, и вдруг нападает на Турцию со всех сторон американцы. Турецкая армия бьется, но проигрывает, в общем, и тут туркам на помощь приходят Россия и Иран, и громит американцев, и вышвыривает их из Турции, и восстанавливает, помогает туркам восстановить государственность. Этот роман имел фантастическую популярность, он миллионными тиражами распродавался, его все читали, и я тогда вот работал в одной турецкой фирме, я пришел, я о нем услышал, спрашиваю у одного там товарища, который приехал из отпуска из Стамбула, спрашиваю, ты знаешь о таком романе? Он говорит, я привез четыре экземпляра. То есть все читали абсолютно, включая турок, которые в России жили. То есть вот антиамериканизм их сознания, он очень мощный, и до сих пор он работает. Вы сказали, что не в одночасье произошло вот это ухудшение отношения с Россией, а что ситуация уже длилась где-то года два. Что послужило причиной, почему вдруг наступило охлаждение постепенно? Охлаждение наступило, несомненно, вокруг Сирии сначала, потом добавило этому информационной такой составляющей выступление нашего президента в Ереване в 2015 году, когда он произнес слово геноцид. Причем, что интересно, наше министерство иностранного дела, насколько я понимаю, там несколько даже пыталось оправдываться, что Путин не сказал геноцид, он процитировал там какой-то документ, в котором упомянуто было слово на геноцид. Но, тем не менее, он его произнес. Натурки очень-очень обиделись на это. И сказали, что не вам нам учить, как надо себя вести, на вашей совести геноцидов гораздо больше, чем вы нам пытаетесь приписать. 5.5.3.3.Вести – это наша СМС-портала. Много разных вопросов приходит. И плюс 7.903.176.363. Тема России. Она сейчас на каком месте в информационном пространстве Турции? Обсуждают ли Россию, ну так, как, скажем, обсуждают у нас с Турцией ее действия на Ближнем Востоке, в частности, в конфликте с Сирией? То есть, являемся ли мы темой номер один на сегодняшний момент? Россию, безусловно, обсуждают в основном в отношении сирийского конфликта. А вот российские санкции, да, естественно, есть разговоры, так или иначе они идут. Но я даже вот спрашивал у некоторых специалистов сейчас в Турции по поводу ситуации. Они сказали, что не является этой темой номер один. И не надо преувеличивать, да, то есть, общественную реакцию на российские какие-либо действия, она не такая уж и большая. Но, с другой стороны, можно понять, что и экономически так или иначе мы уже действуем на них. Хотя, если там разряются определенные там фирмы, это еще не значит, что все общество сразу станет паниковать и говорить, что давайте там уберем Эрдогана, лишь бы у нас там, так скажем, все стало немножко лучше в экономике. Такого, конечно, не будет. Но раскол общества все равно очень сильный, и нелюбовь к Эрдогану, она довольно высокая. Более того, вот ситуация со сбитым самолетом и очень резкой реакцией России, она Эрдогану в значительной степени помогла, потому что произошло сплочение общества вокруг руководства, и даже все политические партии, которые сильно его критиковали, они сказали, ну, конечно, мы критикуем, мы считаем, что управлять надо несколько не так, но это не значит, что кто-то может сметь нарушать наши воздушные границы. Конечно, правильно сбили. Это сказали все оппозиционные партии, несмотря на то, что они критикуют правящую партию. Нам пишут, здравствуйте, как же тогда с такими антиамериканскими настроениями Турция попала в НАТО? Вот мы с этого вопроса начнем сразу после новостей. С нами Евгений Бахревский, тюрколог. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем беседу. С нами кандидат филологических наук, тюрколог, замдиректора Института наследия Евгений Бахревский. Мы остановились с вами на вопросе, каким образом Турция с такими настроениями в народе антиамериканскими попала в НАТО и, в общем, продолжает быть членом НАТО, в общем-то, успешно развивая эту позицию свою. Ну, насчет успешности Турции в НАТО, это сейчас уже очень сомнительный тезис, потому что буквально сегодня я читал, вот запамятовал, в какой-то из серьезных западных газет, англоязычных, было написано, что не пора ли эрдогановскую Турцию вышвырнуть из НАТО, да, то есть даже такие уже на Западе раздаются голоса. А в самой Турции от членства в НАТО нет никакого удовольствия, по крайней мере, в среде самых широких слоев, ну, по крайней мере, если брать людей, так скажем, образованных, практически все, с кем я имел честь общаться, говорили, что, конечно, зря мы в этом НАТО, но что делать, это же из-за вас мы туда попали. Сталин же нам предъявлял территориальные претензии, хотел у нас забрать в восточную часть Анатолии, поэтому пришлось нам уйти под зонтик НАТО, а иначе, конечно, бы и не были мы там. Вот эта вот позиция сейчас самая распространенная в Турции относительно НАТО, ну, это на самом деле так или иначе соответствует историческим фактам, потому что Советский Союз довольно недвусмысленно предъявлял территориальные претензии и собирался вернуть там Карсер, Дуан, и вплоть до озера Ван, так сказать, да, все эти территории. Другое дело, что в Советском Союзе Грузия с Арменией не могли договориться, как поделить эти территории. Насколько я знаю, там были такие склоки бумажные, делили неубитого тигра, армяне и грузиня, так сказать, вот отличились на этом поприще. Но то, что НАТО это не очень естественная, так скажем, организация, в которой Турция должна состоять, там это все абсолютно ощущают. Получается, Турцию не волнует вопрос поддержки или не поддержки НАТО относительно тех действий, которые она может теоретически предпринять по поводу Сирии? Турция отлично знает, что под тем же всем уставным документом НАТО, если на Турцию будет совершено нападение внешнее, тогда, в принципе, все НАТО должно выступить на стороне Турции и расценивать это как нападение на самих себя. Но если Турция куда-то влезла и там с кем-то борется, НАТО совершенно не обязана как-либо реагировать на это. И более того, даже если на Турцию будет совершена какая-то агрессия, если внимательно почитать документы натовские, то НАТО может ограничиваться там моральной поддержкой, прислать там несколько спальных мешков в поддержку турецких войск и все. Ну, то есть, получается, Турция такая белая, пушистая и страдает от натиска всестороннего со стороны своих и противников, и коллег, и, собственно, оказывается одна в этом большом и жестоком мире. Так получается? Ну, это не новая, это у них, так скажем, старая очень пластинка, что Турция это осажденная крепость, как это было всегда. Там вот есть такой отличный текст одного из турецких таких вот идеологов националистических, написано еще где-то там в 40-е, кажется, годы, и он, это поучение отца турка сыну турку, и он говорит, вот, сынок, у тебя есть много-много врагов, у тебя есть традиционные враги, это греки, болгары, русские, там, арабы, французы, англичане, немцы, там, где-то прислать, есть внутренние враги, это черкесы, татары, памаки, курды и так далее, да, у тебя есть новые враги, там, это болгары, сербы, в общем, огромное впечатление, он говорит, видишь, сколько врагов, так что надо быть крепким парнем. Вот это вот идеология турецкого национализма. То есть сейчас они просто это все воспроизводят, что да, мы пытались со всеми дружить, но как получилось, вот, все против нас. Ну вот опять же, Эрдоган вчера выступал на каком-то очередном мероприятии с очередной пламенной речью, но очень характерно, что он сказал. Вот вспомните нашу историю. Он перечисляет там всяких альпарсланов и прочих там вождей, еще сельджукских турок, там, первых султанов. Они, на их стороне не было численное превосходство, но они побеждали. Когда вот на Галлиполе нас атаковали англичане, у нас не было технического превосходства, но мы побеждали. Так что кто намаз совершает, тот и будет побеждать, потому что все в руке Божьей, и победа — это его удел. Вот, это их идеология сейчас, которая транслируется в массы, я думаю, находит хорошую поддержку, несмотря на то, что сейчас, ну, пожалуй, самый такой период, когда Эрдогану очень любят в обществе очень многие свои. То есть поддержка реальная народам, сейчас его, конечно, далеко не такая, которая была несколько лет назад. А вообще оппозиция в Турции, насколько она сильна, каковы ее позиции? Оппозиция в Турции, если брать именно партийную систему, там огромное количество партий, но те, которые реально добиваются успехов на выборах, это, ну, прежде всего, вот, как сказать, республиканская партия, которая такой социал-демократический характер носит, вот, они где-то в районе 25% всегда набирают, это вот такая стабильная оппозиция Эрдогану, но она очень четко районирована, они побеждают в самых западных, вот, регионах Эгейского моря, вот этот вот их кусок, это их. Есть националистическая партия, которая сейчас не имеет стабильной поддержки, потому что большую часть ее голосов забирает Эрдоган, это вот партия националистического действия, она называет, иногда ее называют неправильно у нас Серыми Волками, потому что, ну, это такая кличка, на самом деле, никакие они не Серые Волки, никогда так не назывались, это были такие молодежные банды, которые себя называли Серыми Волками, которые были, конечно, под крылом этой партии, но это история 70-х годов, когда вот эти Серые Волки, они уставили поножовщину с леваками, с коммунистами, вот тогда были Серые Волки, с тех пор никаких Серых Волков на самом деле нет, но есть националистическая партия, но она не имеет огромной поддержки населения сейчас, ну, там какие-нибудь процентов 7-8, там она может набрать, есть демократическая партия народов, которая называется Курдской партией, действительно, она побеждает в восточных регионах сейчас, ну, в смысле, на последних выборах имеет там большую поддержку, ну, с этой партией сейчас большие проблемы, потому что власть ее обвиняет в сотрудничестве с террористами, и, ну, вот буквально на днях Эрдоган сам говорил, что вот одна из депутатов от этой партии, женщина, она вообще не депутат, а террористка, потому что она там как-то высказалась неправильно в отношении ситуации в восточной регионе, где идут столкновения, поэтому она поддерживает террористов, она и никогда не депутатка. И есть очень много таких голосов, которые призывают так или иначе запретить, закрыть эту партию, потому что она открыто переходит на сторону террористов. 5533 Вести – это наш СМС-портал, и плюс 7903-176-363, номер нашего ватсапа, а таксим, событие на площади Таксим – это что такое было, и почему это так, в общем-то, внезапно закончилось? – Это действительно вещь, которая возникла совершенно внезапно, вроде бы там на пустом месте, и действительно интересно, потому что там собрались совершенно разнообразные силы, которые протестовали, начиная от движения ЛГБТ, заканчивая там самыми разнообразными, в том числе там оливиты были, и кого там только не было. Но, что характерно, это было все ограничено одной площади, потому что все люди, которые спокойно вели жизнь в соседнем районе Стамбула, этого не видели и не слышали. То есть это такая вот картинка была, скорее, телевизионная, потому что это были события на крайне ограниченном пространстве. Еще там есть такая одна из сил, которую, кстати, обвиняли в том, что это именно они все организовали, естественно, власть тоже на этом наставила, это движение Фитулах и Гюлена, которые так называют себя движением Хизмет в последнее время. Это бывшие соратники Эрдогана, которые многие годы составляли одну из основ его партии, но потом, когда Эрдоган с Гюленом рассорился, их стали называть государством в государстве, и сейчас тоже ведут с ними такую бескомпромиссную борьбу. Ну, то есть получается, что Эрдогана на самом деле врагов стало намного больше в последнее время, таких вот открытых людей, которые его вот реально ненавидят и хотят сместить его, так скажем, как любыми средствами. Раньше такого не было. Это вот буквально событие последних двух-трех лет. Как вы оцениваете вопрос, как эксперту, занимающемуся Турцией, текущее положение дел в Анкаре после заявления о перемирии в Сирии, после предшествующих этому событию действий Турции, когда она сбила российский истребитель. Вот политика, которую проводит Анкара, она в целом что из себя представляет? Ну, прежде всего, если брать их внутреннее поле, то вот все, что вы перечислили, это сирийские события, так или иначе внешние события, а также сбитый самолет, тоже дело внешнее. Турцию гораздо более заботит внутренняя ситуация, которая характеризуется самыми жестокими за всю историю терактами. И вот действительно, такой террористической угрозы, как сейчас, Турция не испытывала никогда, потому что те же курдские террористы, которые что-то там взрывали, стреляли на протяжении многих лет, это все-таки были жертвы в количестве, там, несколько человек максимум. А сейчас, когда речь идет уже, реально, о десятках людей, которые одновременно, а также вот взрыв в Стамбуле, который был недавно, когда были уничтожены немецкие туристы, таких вещей Турция не переживала никогда. И вот сейчас это основная тема для Турции, это борьба с террором, который, ну, вот реально в стране происходит. Кстати, очень была такая, вот тоже, это было несколько утка, конечно, но она очень активно обсуждалась и в турецких, и во многих других СМИ. Как после последнего взрыва в Анкаре прошла информация, что взорвали конкретно пилотов, то есть это были летчики, что это была месть России, совершенная руками курдских террористов, турецким ВВС за смерть турецкого пилота. И вот эта тема очень подробно обсуждалась. Потом, конечно, проверили, сказали, что нет, там действительно погиб кто-то из пилотов, но далеко не массово это было. Мы продолжим сразу после новостей, через полторы минуты. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Евгений Бахревский, кандидат филологических наук, тюрколог, зам директора института наследия. Вот сегодня мы решили поговорить о том, что из себя представляет Турция с точки зрения ее внутренней логики, что внутри Турции пишут в СМИ, и как обычные турки воспринимают ситуацию, происходящую сейчас, потому что понятно, что каждый считает себя правым в любой стране, и это нормально. В этом, в общем-то, нет ничего удивительного. А по поводу... И мы, в принципе, более или менее разобрались с тем, что внутри Турции думают по поводу происходящего на мировой арене. Касательно ошибок Анкары, ошибок Эрдогана, что вы думаете, что было сделано не так? Нет, ну, в самой Турции его деятельность отнюдь не оценивается однозначно. Там огромное количество критики в его адрес, и, ну, я вот вспоминаю еще в самом начале сирийского кризиса, когда были такие карикатуры в левой, например, турецкой прессе, которую показывали, как, значит, Эрдоган пытается отправить солдата в сторону Сирии, а солдат отправляется в обратную сторону, в сторону Анкары. Он говорит, не туда, там враги. Он говорит, нет, враг вот там. Да, то есть есть огромное количество критики в сторону того, что, собственно, Эрдоган делает в Сирии. И разные партии спрашивают, вот зачем вы вообще туда полезли, что вы там забыли, не пора ли вообще как-то по-другому страной управлять, да, вот это говорят оппозиционные партии. Но если оценивать, в принципе, ситуацию, то я полагаю, я считаю, что, конечно, все происходит из-за того, что изначально была сделана неверная ставка на вот эту вот арабскую весну, которую Турция сначала бросилась догонять, и, собственно говоря, даже у них же были очень хорошие отношения с тем же Каддафи. И огромная экономика турецкая работала в Ливии, они получали огромные доходы, и когда началась вот эта арабская весна там, они тоже пытались выступать как какой-то там посредник, замирить, и входить вот с такой вот положительной стороны в этот конфликт. Более того, они там публиковали, как сейчас помню, замечательное интервью Каддафи турецким СМИ в самом начале кризиса, когда Каддафи говорил, ну, конечно, мы понимаем, что вы османы, да мы тоже османы, Ливия, это была когда-то Османской империи, то есть Каддафи тоже делал шаги навстречу Эрдугану и вот этой вот политике османизма. Но потом, когда все посыпалось, и турки уже, так скажем, в последний вагон попытались войти в тот ливийский кризис с санкциями против Ливии, и они поняли, что они все проиграли, они потеряли деньги в Ливии, потеряли все влияние, и, видимо, в Сирии, когда началась уже вся эта ситуация раскручиваться, они поняли, что, ну, Асад не усидит больше, там, двух-трех месяцев, надо так или иначе свое получить в этой ситуации, укрепить свое влияние, посадить своих людей, но Асад вот как-то не хотел падать, и совершенно понятно, почему это произошло, потому что на первом этапе действительно против Асада поднялось огромное движение по всей стране, и тогда он, собственно, удержался на оловитах, которые понимают, ну, и христианах, конечно, да, потому что эта оппозиция заявляла, что христиан в Ливан, а ловитов на кладбище, да, в этой ситуации, конечно, там, какие-нибудь 15% ловитов, но они понимали, что надо сражаться до последнего, и сражались, а потом, когда в Сирии уже понаехали все эти вот джихадисты всех мастей, и местные люди поняли, чем все это пахнет, и они стали массово перетекать обратно на сторону правительства, но Турция тут уже не смогла, на мой взгляд, оценить ситуацию, что надо как-то сбавлять обороты и договариваться, и, видимо, складывалось у них такое впечатление, что еще надавим и рухнет, не рухнул, еще надавим, и они уже влезали все глубже и глубже, тратили на это огромные деньги, туда там вбухло огромное количество миллиардов турецких в поддержку сирийской оппозиции, но это кончалось, в смысле, до сих пор не кончилось ничем, и для Турции все хуже и хуже, потому что там те же миллионы беженцев, которые в стране, так или иначе, Турция на них тратит огромные деньги, ну и вся последующая ситуация, то есть они рассорились с Россией, теперь они, кажется, пытаются рассориться с США. А по поводу России, кстати, такое ощущение, что не до конца турки поняли, что как-то и туристический поток снизится, и теперь уже по-другому будут у нас строиться отношения, или все-таки не так, как я говорю? У них риторика очень странная, на самом деле, на наш взгляд, если все это почитать, потому что они постоянно говорят, ну, мы не собирались ссориться, мы очень любим Россию, они делают глупости, вот, вводя свои санкции, и более того, даже иногда очень странно понимать, что они хотят им сказать, когда вот недавно буквально выступал их министр, который имеет отношение к туризму, он сказал, что ну ничего, я думаю, что в этом году там миллиона три россиян все-таки приедет. Вот, честно говоря, не очень понятно, какой логикой можно это все мерить, чтобы представлять себе, что у них миллионы россиян будут в Турции. Стало быть, у них такая картинка-то искаженная, то есть они не очень себе представляют, как оно обстоит дело. Нам пишут Эрдогану, на юго-востоке Турции рядовые граждане сильно недолюбливают, считая мусульманским радикалом и предателем заветов Ататюрка. На юго-востоке? Да. Предателем завета Ататюрка его считают все кемалисты, все последователи Ататюрка в Турции, его ненавидят и считают осквернителем священной идеологии кемализма. Потому что, действительно, он одновременно практически официально заявлял, что надо отбросить этот эптап и переходить к совершенно другой модели государственности. Так что, с кемализмом вся Турция считает, что он против них борется. Если турки реально так мыслят, то они живут в параллельной реальности. Это, видимо, к вопросу о туристах. Это совершенно верно. Я просто думаю, что все люди живут в своих реальностях. Просто некоторое время назад кто-то из журналистов очень интересную вещь рассказал, который во время осетинского кризиса 2008 года около месяца провел в Германии и воспринимал весь этот конфликт через германские СМИ. И потом приехал в Россию и с удивлением увидел вот эти кадры Саакашвили зажевывающего галстук. То есть зрители Германии просто не видели этих кадров и он их тоже не видел. Он не знал, что это было. Хотя это очень яркий момент. Почему бы журналистам не показать? Но это информационная политика такая. Поэтому я думаю, что в каждой стране люди видят не все, что происходит. А что касается отношений Саудовской Аравии и Катаром? Саудовской Аравии и Катаром опять же не все так однозначно, потому что это разные силы. Потому что с Катаром у Турции очень теплые и давние отношения. Катар является главным спонсором братьев-мусульман, которые являются опять же главными друзьями Турции в арабском мире. Ну и сама партия справедливости и развития очень близка идеологически к братьям-мусульманам. Поэтому с Катаром у Турции очень тесные отношения. И вот количество визитов взаимных Катар и Турции оно просто огромное. Вот за последние несколько лет анализировали. Чуть ли не каждый месяц они там на каком-то уровне общаются. В Саудовской Аравии все не совсем так. У Турции традиционно много претензий к Саудовской Аравии. Хотя есть, конечно, экономическое сотрудничество. Но это не такое какое-то братское и союзническое отношение. Исходя из ситуации текущей, Турция себя будет вести как? Какую линию она выберет? Это будет линия агрессии или все-таки немного даст по тормозам, учитывая заявление Госдепа недавнее о том, что если вдруг решит войти в Сирию, то придется с этой ситуацией оставаться один на один? По тормозам придется дать, потому что даже это не из-за Госдепа, а из-за позиции тех же турецких вооруженных сил, которые совершенно четко дали понять. Когда Эрдоган сказал, что мы имеем право использовать вооруженные силы вне границ для защиты от террористов, это он сказал после теракта в Анкаре, турецкий генштаб сказал, после того, как будет решение Совета Безопасности ООН, да. То есть он дал просто отлуп Эрдогану, что никуда они не пойдут без разрешения Совета Безопасности. То есть есть возможность того, что не отморозится до конца Эрдоган, как многие сейчас привыкли думать, а возьмет более такую мягкую линию поведения. Я не думаю, что Эрдоган от чего-то откажется, потому что по-моему он уже слишком много всего сказал и сделал, чтобы как-то свернуть это вообще не в его характере, но я думаю, что сама ситуация вынудит Турцию действовать как-то по-другому, потому что на самом деле демарш военных это не такая простая вещь, для Турции это очень серьезно. Получается, что в некий тупик сам себя завел Эрдоган в последнем действии. завел себя в тупик, потому что огромное количество людей, опять же, если посмотреть на его результаты симпатии к нему с 2002 по какой-нибудь прошлый, позапрошлый год, это было только по нарастающей, собственно, поэтому многие аналитики говорят, что у него сложился такой комплекс падишаха, что он идет от победы к победе и вообще куда-то в бесконечную ввысь, но когда у него реально стало не получаться, то от него стало реально отворачиваться огромное количество людей и внутри страны тоже. С нами был Евгений Бахревский, кандидат филологических наук, терколог, замдиректор Института Наследия. Спасибо вам большое, Евгений. Спасибо. Это Вести FM, всем доброго вечера. Принцип действия с Анной Шафран.